Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Тепло наших тел 2013 года. Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят на земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни начиналось на R, спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим с самыми нехорошими последствиями. Но R и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира. Джанго Освобожденный, 2012 года. Эксцентричный охотник за головами, также известный как Дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Семь психопатов, 2012 года. Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пес главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов. Пипец, 2010 года. Главный герой – школьник Дэйв Лизевский, который, выродившись в костюм супергероя, пытается бороться с преступниками, хотя не обладает для этого никакими способностями. Параллельно два персонажа – 11-летняя девочка, которая крошит гангстером мечом, и сынок гангстера, ведущий собственное расследование, пытаются выяснить личность Дэйва. Бесславные ублюдки. Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. Добро пожаловать в Зомбилэнд, 2009 года. После нашествия зомби в США, небольшая группа выживших скитается по стране, от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там они будут в безопасности. Грайнд Хаус Зомби по имени Шон. В жизни Шона все идет наперекосяк. Ему 29 лет. Он работает обычным продавцом-консультантом, в эдаком Эльдорадо британского типа. Дома постоянные бытовые разборки с сожителями. А еще подруга дает полный отворот-поворот. В общем, не жизнь, а сплошная мука. А тут еще, как назло, начинается какая-то странная эпидемия. Ожившие и очень голодные трупы начинают бродить по туманному Альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела заражая все больше и больше невинных граждан, превращая их в таких же зомби. Вот тут-то и приходит конец терпению нашего героя. И вместе со своим закадычным другом Эдом, вооружившись дубинами и лопатами, верные друзья выходят на тропу войны, дабы посносить бошки надоедливым зомбякам, спасти своих близких и выжить самим. Карты, деньги, два ствола, 1998 года. Четверо молодых парней накопили каждые по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч. На уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему, и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются. Криминальное чтиво Двое бандитов, Винсент Вега и Джулс Винфилд, проводят время в философских беседах в перерыве между разборками и решением проблем с должниками своего криминального босса Марселлоса Уоллоса. Параллельно разворачиваются три истории. В первой из них Винсент присматривает за женой Марселлоса, Мии, и спасает ее от передозировки наркотиков. Во второй рассказывается о Буче Кулиджи, боксере, наркотом Уоллосом, чтобы сдать бой, но обманувшим его. Третья история объединяет первые две. В кафе парочка молодых неудачливых грабителей, Пампкин и Хани Бани, делают попытку ограбления, но Джулс останавливает их. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok